Ходзенская сельская библиотека была открыта в 1922 году как изба-читальня. В 1952 году преобразована в сельскую библиотеку. С 1978 года является филиалом межпоселенческой централизованной библиотечной системы Кашхабльского района. Теперь она располагается в новом здании Дома культуры. В 2022 году библиотека приняла участие в конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и стала победителем. После открытия в новом статусе приобрела современный вид. На модернизацию было выделено 5 миллионов 50 тысяч 600 рублей из федерального и республиканского бюджетов и 617 тысяч 300 рублей из муниципального бюджета. Эти средства были направлены на текущий ремонт помещения, пополнение фунда, приобретение мебели и компьютерного оборудования. Добро пожаловать в библиотеку нового поколения! Заходя в библиотеку, попадаем на ресепшн, где ведется запись новых читателей и продление книг. Общедоступное книжное пространство, пространство для чтения с открытым фондом, определена зона досуга для всех категорий читателей. В центре находится многофункциональная зона. Здесь проводятся встречи, конференции, праздничные мероприятия, тренинги, семинары. За счет складных и мобильных элементов зал может трансформироваться в зависимости от формата мероприятия. Есть большой телевизор с подключением к интернету, где проходят просмотры, презентации, онлайн-экскурсии. Здесь же находится интерактивный дисплей, который прост в использовании, поэтому каждая возрастная категория читателей способна работать без затруднений. Сенсорный экран реагирует на прикосновение пальцев. На дисплее находится множество обучающих игр и заданий, развивающих память, внимание и логику. Самая яркая и бросающаяся в глаза зона – это детская. Небольшая комфортная зона с мягкой мебелью, яркой расцветки, мягкими игрушками и детскими журналами. Полки и шкафы для книг легко доступны. На полках множество новых красочных книг – от сказок до произведений современных авторов. В такой комфортной обстановке маленькие посетители не только читают книги, но и общаются с друзьями. Для детей работает кинозал и есть возможность выйти в интернет. Запустили виртуальные экскурсии для юных краеведов, позволяющих в игровой и познавательной форме познакомиться с историей, культурой и природой родного края. Самая посещаемая зона – та, где находится современная компьютерная техника. Здесь расположены четыре компьютера, подключенных к Национальной электронной библиотеке и позволяющие получить доступ к литературе удаленно. За компьютером пользователи пишут рефераты, конспекты распечатывают нужную информацию на принтере. Также приобретены ноутбуки, планшеты. Наибольшим спросом пользуются очки виртуальной реальности, которые дают читателям возможность посмотреть новые места, сидя в комфортном помещении библиотеки. Примеряя виртуальные очки, пользователи переносятся в другие города, страны, путешествуют по вселенной. Изюминка библиотеки – антресольный уровень, где размещена мемориальная зона у Мараха Цецевича Тхабисимова, уроженца аула ХОЦ, композитора, музыканта, народного артиста РСФСР. Здесь собраны материалы о его жизни и творчестве, личные документы и вещи. Проводятся различные краеведческие мероприятия, экскурсии, беседы, встречи и литературно-музыкальные вечера. Здесь же находится зона тихого чтения – укромный уголок, где можно в тишине посидеть с книгой за уютным столиком, пользуясь бесплатным Wi-Fi. Сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации. Книжный фонд библиотеки пополнился на 1364 экземпляров новых книг различной тематики. С момента модернизации библиотеки увеличилось число читателей, выросла посещаемость и книговыдача. Также повысился уровень привлекательности библиотеки среди читателей молодого поколения.